Клоун в современном значении термина – цирковой, эстрадный или театральный артист, использующий приемы, гротеска и буфонады, родственное определение, шут, гайр, паяц и т.д. Термин английское слово «клоун» появилось в XVI веке в значении «мужик», «деревенщина». Этимология слова «не сна», возможно, слово было заимствовано из скандинавских языков. Есть также теория, что слово произошло «этоэр», колон, восходящего, клад, колонус, крестьянин. Производному от колония «Земля» Профессия в современном цирковом и эстрадном искусстве клоуны работают, как правило, парами или группой. При сольном выступлении партнером рыжего клоуна может выступать шприш-шталмистер или униформист в эстрадном представлении публика в зале или отдельный зритель. Цирковые клоуны имеют множество специализаций, однако четкого подразделения не существует. Большинство цирковых клоунов, как правило, работают в самых разных жанрах. Часто артист использует приемы весьма сложных жанров циркового искусства, например эквилибристики. Клоун – одна из самых демократических и в то же время самых сложных и универсальных специализаций актера. История не знает примеров освоения жанра клоунады трагическими артистами, однако обратные примеры не столь уж редки. Многие выдающиеся клоуны добивались значительных успехов в кинематографических и театральных ролях трагического репертуара «Страшные клоуны». Боязнь клоунов представляет собой описанное в психиатрии расстройство личности – кулорофобию. В США сложился образ страшного клоуна. В художественных произведениях клоунов часто делают отрицательными персонажами, а если не отрицательными, то страшными. Хотя клоуны предназначены для веселья. В американской массовой культуре клоуны часто используются в роли отрицательных, жестоких, а порой и кровожадных персонажей. В искусстве Джокер и Харли Квинн – враги Бэтмена, стилизуются под клоунов и стилизуют свое оружие под клоунский реквизит. Кваг из мультсериала «Черный плащ» тоже стилизуется под клоуна. И от Линк – деревянный клоун из повести Александра Волкова Урфин Джуз и его деревянные солдаты и огненный бог Марранов Документальные фильмы «Жили-были клоуны», «Док», «Фильм», «Реш», «Валентин Донсков», «Советский цирк», «Док», «Фильм о советском цирке и артистах», «Национальная география», «Цирк моего детства», «Видеопроект о советском цирке», «Прошлых лет», а также о клоунах, «Карандаше», «Юникулине», «Эмшудине», «А», «Николаеве», «Опопове», «Эл» «Янгибареве», «Бовяткине», «О многих дэр», «Великие клоуны», 1967 год, «Док», «Фильм», «Клоуны», «Телефильм» реж В 1970 году фильм является частично документальным, частично художественным. ТВ-программы «Каламбур» в рубрике «Деревня дураков»